Еще за нескольких годин до нового года сотни китайских специалистов находятся на просованных местах. В середине минулого года на новую паперовую фабрику подшло поступать китайское, французское и австрийское обсталявания. Все лета необходимо не только завершить его монтаж и провести пусконаладочные работы, а и отримать первый кордон. По словам керавниства Новобудовли, ранее китайские специалисты уже узводили аналогичные объекты, а и только у себя на родиме. Хотелось бы отмечить высокий уровень в данный момент монтажных работ. Претензии по монтажу и производству работ у нас, как у заказчика, в корпорации «Сюан-Юан» никаких не возникает. Китайские специалисты признаются, на Новый год вельми хотели поехать на родиму, как сустрять свято разом с родными, тем больше, что в Китае его отзнашают вельми масштабно, с карнавалами и фейерверками. Причем, святкование протягивается целый месяц, правда, с этими марами пришлось развитаться. Усе 1600 специалистов засталися на Гомельшине. Мы должны как можно скорее сдать данный объект для укрепления дружбы между Пироруссией и Китаем. На столах разностайная сады вина, а на сцене – народные танцы и веселые конкурсы, после которых я еще разпераконываешься – наши культуры вельми розные, але и агульного усе ж таки шмат. Китайский вариант «Народный гульни» узгадай мелодию, например. Это, кали не обходно не только правильно назвать твор, али и добегче после этого до вызначенного месяца. И бадай самый главный конкурс на этом святе – выраб пельменев. На новогоднем китайском столу – это самая главная страва. Бадай один и адрознение от пельменев белорусских у их больше гароднены. Китайский Новый год для китайцев – это самый важный праздник в каждом году. Особенно, если человек за границей долго работал, и перед Новым годом обязательно должен домой уехать. За некольких годин до Нового года по уходным календарям китайские специалисты просинтернет веншуют своих родных. Сучасные технологии дозволяюсь убачить один-одного и рассказать апошные новины. Ровно у три годины дня по белорусским часе уключаются усе телевизоры. У Китай начинается прямая трансляция початку Нового года вогненной малпы. Цепер можно повеншавать усих сябров у тымлеку белорусских. На этот раз усе зразумела без перакладу, с пожаданиями счастья, богаття и добробыту. Жу даджа синьен кайлэ, чятін синьфу, шынті дзянкан, куңсі фасай.